Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу показать свои новые ароматы от компании Eivon, которые я приобрела в июле месяце. Я их успела уже поносить, составить свое мнение о них и, конечно же, спешу поделиться с вами. Прежде всего, это аромат Yves Alluring. Это пятый аромат серии Yves. Наконец-то я закончила эту серию. Вот такой приятный, фиалковый, нежный, нежного цвета флакончик. Та же фирменная крышка серии Yves, по которой можно узнать их ароматы в виде капельки флакончик красивый, обтекаемый, с такими гранями на дне флакончика. Приятный аромат. Сразу хочу сказать, эта группа цветочно-фруктовые. Основные аккорды здесь пудровый, фиалковый, фруктовый, цветочный, древесный. Если разбирать по нотам, то верхние ноты это слива, фиалка и фрезия. Средние ноты ирис, нироли и базовые ноты мускус, сандал и амбра. Это выпуск аромата 2018 года, но он не утратил свою популярность. Многим нравится этот аромат. Мне тоже больше он понравился, чем не понравился. Основное, я бы сказала, что сладость в этом аромате я слышу, это слива, фиалка и ирис. Приятный аромат. Действительно, в нем есть вот эта пудровость фиалки. Интересная. Слива, основные, конечно, ноты. Сладкая слива. Приятный аромат. Фруктовая кислинка и цветочная пудровость фиалки и ириса. Аромат не яркий. Может быть, в этом и его изюминка. Он такой тихий. Просто вот создает фон. Приятный аромат. То есть, когда входишь в кабинет, коллеги сразу все равно ощущают, что приятный, нежный аромат. Он такой повседневный, приятный, но нет яркости, изюминки в нем. Но это его не в коем разе не ухудшает, потому что не каждый день хочется носить взрывные ароматы, шипровые, тяжелые. То есть, конечно же, на повседневные. На работу в офис очень даже подходит этот аромат. Это слива, фиалка и мускусно-сандаловая база. И второй аромат, который, это новинка уже выпуск 2021 года, Avon Attraction Desire. Стильная такая симпатичная коробочка, упаковка. И не менее симпатичный флакон. Красный, багровый, такой алый, красивый цвет. Неровный, кубический, сам флакончик. Вот эта крышка без крышки для украшения. Но тем он очень-очень интересен, завораживает. И этот красно-алый цвет, наверное, вишневый, наверное, спелой вишни. Интересно держать его в руках. Вот такая абстрактная геометрия. Эта группа восточно-древесные. Основные аккорды белые цветы, амбровый, вишневый, сладкий. Верхние ноты здесь заявлены вишня, мандарин и шафран. Средние ноты жасмин, самбак, лилия, ирис. И базовые ноты амбра, сандал и толу-бальзам. Для меня это амброво-жасминовый аромат. Немного есть пряности. Я думаю, что это шафран. Конечно же, аромат не для лета. То есть жаркое лето не раскроет всей своей красоты этот аромат. Скорее всего, это, конечно же, на осень. Буду носить его осенью, зимой. Аромат стартует вишней. Но здесь вишни и заявлены на верхних нотах. Но я хочу сказать, что на мой вкус, конечно же, вишни мало. Мне хотелось бы больше вишни. Поэтому больше, конечно, для меня это цветочный аромат. Потому что здесь я сильно слышу жасмин. И вот лилию, наверное. И где-то, наверное, отголоски ириса. То есть это действительно для меня получился, что это цветочный аромат. Вишни хотелось бы больше. У меня мало ароматов с нотой вишни. Мне нравится она в ароматах, в парфюмерии, в косметике. И вот мне, конечно же, я возлагала большие надежды на этот аромат. Но, хочу сказать, вишни маловато. Я, конечно, с этими ароматами трекшн серии еще не знакома. У меня нет ни одного аромата. Это первый. Вот появилась новинка. И я, конечно же, сразу его заказала. Хотя была у меня ситуация неприятная. Когда я заказала, попутала номера, коды товара. И вместо женского мне пришел мужской трекшн дизайр. Я, конечно, долго ждала потом этот свой женский. Но рада, что он пришел. И вот я же говорю, что так я его ждала, так я его хотела, вожделела. Когда открыла, конечно, увидела этот красный, из красного стекла красивый флакон. Он так красиво смотрится. Но, хотелось бы больше вишни. То есть аромат я все-таки не удовлетворена. Не удовлетворена ароматом. Хотя, опять же, может быть, действительно осенью и зимой вишни откроется больше. Но надежды мало, потому что вишня здесь в верхних нотах. И она, конечно же, сразу слетает. Это те ноты, которые мы слышим сразу на старте. А потом они слетают. Так вот, стартует аромат сладкой вишней. Приятный такой. Он теплый. Вечерний аромат. Еще раз повторю, цветочный. С нотой амбры и цветов. Приятный. Вот такие мои впечатления об этом аромате. Конечно, да. Еще раз. Сейчас летом он близко к телу прибивается. И вот действительно только жасмин и лилию и ирис я слышу. В основном, конечно, надежды на то, что он раскроется для меня зимой. Потому что, ну, с таким флакончиком красивым должен быть красивый, шикарный аромат. Правда. Он шлейфовый, очень стойкий аромат. Мне кажется, что больше 6-7 часов этот аромат держится. А на одежде еще больше. Шлейф от него хороший. Это шлейфовый аромат, действительно. И мне, конечно, интересно теперь познакомиться с другими ароматами серии. Там я, конечно, видела, что какие-то ароматы вывели. Напишите, пожалуйста, с каким итрекшеном. Наверное, с классического больше, конечно, нужно начинать знакомство с этой серией. Или все-таки какой-то другой, в первую очередь, рассмотреть. Потому что заинтересовала, конечно, меня эта серия. Интересное оформление флакона, и стилистика, и по стойкости ароматы очень даже привлекательный. Амброво-жасминовый, конечно. С пряностью интересный. То есть, действительно, он раскрывается. Ноты раскрываются. Он не на одной волне. А после вишни, цветов, амбра, да, еще слышно амбра. Вот это интересно тоже в базовых нотах. Нота толу-бальзам. Я думаю, он тоже придает вот тягучести, вечерний, ну, вот такой томности, вечерний аромат этот толу-бальзам. Первый раз я, конечно, встречаю. То есть, что это за интересная нота в базе. Наряду с амброй, с сандалом. Толу-бальзам. Так что, вот такие положительные отзывы о моих новиночках. И фалюринг фиалка со сливой. Приятный, очень нежный аромат. И attraction desire. То есть, он более такой вечерний, более томный, более насыщенный. Интересный аромат. Я рада, что я их приобрела в свою коллекцию. На этом все. Все, что я хотела рассказать. Оставляйте комментарии. Рада нашему знакомству, дружбе. Всем до новых встреч. Пока. На моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова